Самое главное в этой истории, что с берега все это увидели люди, у которых был катер и гидроскутер. И всех, кто находился на тонущем судне, удалось спасти. Но вопросов от этого меньше не стало. Официальная версия, катер начал тонуть из-за шторма. Но как тогда он вообще встал на воду? Почему капитан не отменил поездку? Будет ли кто-то наказан, ведь риску подверглось только народу? Был ли катер технически исправен? Кто вообще у нас следит за этими катерами, которых на самом деле очень много на водоемах страны? Есть ли разрешение, лицензия на право провоза людей? Леана Жумлеханова разобралась, чем опасны водоемы страны. Була Джан Алина в больше 10 лет работает спасателем-водолазом и уже обучает молодежь. Самое сложное в работе – искать тело утонувшего. Самое страшное – находить тела детей. Причины гибели на воде из года в год одни и те же, говорит спасатель. Дети остаются без присмотра, взрослые либо купаются в нетрезвом состоянии, либо переоценивают свои силы. Вот эти правила, которые написаны, не нырять в катеров, в незнакомых местах не купаться, вот это все, они написаны жизнью людей. То есть, например, в незнакомом месте, там может у него водоворот, может яма. Я говорю, даже человек может запаниковать, запутаться в водорослях, он что-то дотронется, он все, начинает терять самообладание. То есть, если мы приезжаем, это все, по-любому, там, значит, что-то случилось уже нехорошее. То есть, мы идем за человеком, который уже умер, и его теперь, как, ну, по всем законам, ему надо придать земле. Это центральный парк Караганды, одно из излюбленных мест горожан здесь у озера. Есть большое количество и разнообразие различных лодок, катамаранов, катеров, где можно прокатиться на озере. У каждого индивидуального предпринимателя нет спасателя, который бы смог отреагировать в случае ЧП на воде. Есть три спасателя, которые работают в парке и должны охватить такую огромную территорию, и в случае несчастного какого-то происшествия обязаны отреагировать на ЧП. С предпринимателями, которые предоставляют на прокат лодки катамаран, управление парками заключает договоры на 3 года 11 месяцев. Говорят, что по графику следят и за безопасностью. Правда, насколько исправно средство, вряд ли можно оценить лишь визуально. Жители отмечают, часто бывает так, что, к примеру, на спасательных жилетах нет всех застежек, а детям надевают жилеты для взрослых. На вопрос, кто в случае ЧП на воде понесет ответственность, руководство парками заверило, что сам бизнесмен. Предприниматели само собой, ну, как бы, и управление парками тоже, как бы, это в договоре у нас также прописано. Есть ли лицензия и как вообще зарегистрировано плавательное средство, работник проката не ответил. Али Ракымбаев здесь работает как водитель катера, и он же следит за безопасностью. В эту мы производство брали с России, как бы, и должна быть на ней вот эта вот техбезопасность у нас есть, как бы, мы сажаем на эти катамараны до 230 килограмм. Мы сажаем двое взрослых определенно по 70 килограмм и двое детей до 10 лет. И сажаем мы по инструкции, как бы, сажаются, никто за борт не наклоняется. Здесь я ответственность несу, за всеми слежу, смотрю. Управление парками уверяет, несчастных случаев на озере не было, но даже если случится что-то непредвиденное, спасатели обязательно помогут. Правда, если брать в пример только это озеро, то здесь спасательные вышки находятся на другой его стороне.